Роковой красавицей и секс-символом экрана актриса Галина Польских никогда не была. Но от неё всегда исходило душевное тепло, уют и искренность. И всё же что-то в ней было такое, что заставляло быстрее биться мужские сердца. Они и грезили, признавались в любви, страдали. Но их мечты так и оставались мечтами. Сколько женских судеб прошли через актрису и не сосчитать. Однако зрители даже не подозревали, что личное счастье Польских было мгновением. По сравнению с годами печали. Ведь судьба так несправедливо с ней обошлась, отняв любимого человека, а у её дочери – заботливого отца. В 8 лет московская школьница Галина Польских осталась сиротой. К счастью, неравнодушные соседи разыскали её бабушку, Ефросинью Андриановну, которая ради внучки перебралась в столицу из деревни. По словам Галины Александровны, именно из-за бабушки она и решила стать актрисой. Хотелось достойно зарабатывать, чтобы помогать единственному родному человеку. Со своим будущим мужем Файком Гасановым Галина Александровна познакомилась во ВГИКе. Она училась на первом курсе актёрского факультета, а он на третьем. Но только режиссёрском. Файк был начитанным, эрудированным, умным юношей. Этим и покорил милую девушку. Все однокурсники видели – это была большая и светлая любовь. Перед главным событием своей жизни возлюбленная пара приехала в Ялту. Свадьбу Гасанов и Польских сыграли скромную. Вскоре у них родилась дочка Ирада. Но даже с грудным ребёнком Галину постоянно приглашали сниматься. Файк оставался дома. Бабушка актрисы сетовала. Как это так? Мужчина и не работает. Польских говорила, что он гениальный человек, но ему не дают ставить то, что он хочет. Гасанов стремился к авторскому кино. Если бы цензура пропускала то, что он снимает, зрители увидели бы прекрасные работы. В 1965 году, когда Галина Польских находилась на съёмках фильма «Журналист», её настигло известие о смерти единственного родного человека – бабушки. К тому времени они с мужем жили раздельно. Файк не смог найти работу в Москве и уехал в Одессу. Вернувшись с похорон на съёмки, Польских буквально через 10 дней получил ещё одно страшное известие – в Одессе погиб её муж. Он попал под трамвай в Одессе, недалеко от киностудии. Галина Польских с трудом, но выдержала и этот удар судьбы. Она винила себя в смерти супруга. Считала, что будь они вместе, то такого бы никогда не случилось. Но на руках оставалась дочка, и нужно было жить дальше. Оставшись одна, Польских долго не могла прийти в себя. Ей хотелось участия, заботы, чтобы рядом был человек, на которого можно было положиться. Именно от отчаяния и одиночества актриса бросилась, как говорится, в омут с закрытыми глазами. Позже Галина Александровна признавалась. Второй раз вышла замуж вообще непонятно как, сделала ошибку. Режиссёр Александр Сурин, сын директора киностудии «Мосфильм», проявил настойчивость. И по словам самой актрисы, курортный роман закончился свадьбой. Жила пара в центре Москвы, в просторной квартире. Благодаря связям мужа, Польских начала ездить за границу в составе кинематографических делегаций. Однако этот союз просуществовал всего год. Супруги, имея разные взгляды на жизнь, расстались. В 1968 году на свет появилась дочка Маша. Но из роддома её и младшую дочь Машеньку забирали соседи. Дочеря актриса поднимала одна. Даже когда было очень трудно, не показывала виду. Её слёзы видела только по ночам подушка. После развода с Суриным, Галина вдруг оказалась в творческом простое. Режиссёры перестали приглашать её на главные роли, боясь, что влиятельный отец Сурина просто не утвердит актрису на роль. Ей было трудно. Однако актриса никогда не жаловалась. Растила дочек и верила, всё будет хорошо. От безденежья спасали съёмки в зарубежных фильмах. Сначала она сыграла роль военной регулировщицы в фильме «Мне было 19». Потом «Я двигу» в польской картине «Знаки на дорогах». Первым после вынужденного простоя её снял режиссёр Игорь Гостев. Позже и бывший свёкор ушёл на пенсию. Актрису снова стали снимать. После второго брака артистка замуж больше не вышла. Посвятила себя дочерям, которые хоть и ценили мамину профессию, но ко всем ухаживаниям со стороны коллег относились негативно. Никаких кавалеров не принимали. Дочери, обсуждая очередного жениха, постоянно находили в нём кучу недостатков. И убеждали маму, что ухажёр ей не подходит. Игнорировать доводы дочерей она не могла. Ведь они были и есть самые дорогие для неё люди. Польских не раз признавалась, что с тех пор и привыкла рассчитывать только на себя, справляясь со всеми неприятностями в одиночку. Младшая дочь Галины Александровны вышла замуж за Ливанца и переехала в Бейрут. Там у неё родился сын Филипп. До пятого класса мальчик рос с родителями, а потом Мария вместе с мужем вернулись в Россию. И воспитанием внука занялась ещё и знаменитая бабушка. Именно она дала 19-летнему Филиппу денег на мотоцикл, на котором он потом попал в страшную аварию. Молодой человек из-за этой аварии вынужден был на время отложить учёбу в Лондонском университете, куда на тот момент уже поступил. Тем не менее, Филипп освоил специальный протез, отучился в Англии, стал инженером-конструктором и теперь, по его словам, разрабатывает протезы для экстремальных видов спорта. «Я виню себя в случившемся». Ещё тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. «Ну ничего, главное, что живой. Справимся как-то». Филипп преодолел эту трагедию, хотя и остался без ног. Получил образование, выучил иностранные языки. «Он моё всё», – рассказывала Галина Польских впоследствии. А его звёздная бабушка, Галина Польских, всё так же снимается в кино. От жизни, по её словам, она уже ничего особенного не ждёт. Но держит себя в тонусе, чтобы иметь возможность помогать семье. В свободное время актриса любит бывать одна, ухаживать за собственной дачей. Галина Александровна говорит, что главный мужчина в её жизни – это внук. Она гордится им и своими дочерями. И считает себя счастливой женщиной, несмотря на всё, что уготовила ей судьба.